Если вы работаете с материалами, которые вы проклеиваете на подкладочную ткань, то мы всегда начинаем с чешелистника, с большой детали, потом идут средние листочки. Делаем это для того, чтобы у вас есть определенный отрез подкладочной ткани, покрашенный нужный цвет. Вы положили сюда чешелистник, потом сюда листик уложили, сюда листик уложили. Например, вот так я поменяю, большой, потом сюда, вот сюда. Этот разверну, и вот сюда, вот этот. И у меня все легло. Если я беру и начинаю с листочков, я так вот раскладываю, видите, у меня уже здесь кусок теряется, я беру второй, раскладываю, и еще один сюда. И все, я не могу положить чешелистник. То есть тот же самый отрез, чешелистник уже не укладывается, потому что это большая деталь. Когда вы работаете с тканью, мы всегда начинаем с самых больших деталей. Это тоже какое-то одно основное правило, потому что большую деталь вы всегда пристроите, и вокруг нее пристроите маленький. Тогда как вокруг маленьких, большую уже сложнее. Потому что маленький все равно, где-то, видите, у меня здесь кусочек остался. Например, при правильной экономии я могу вот сюда вот листик уложить, и он у меня, часть, уже съест этот кусочек. А если я положу листочки, я уже сюда чешелистник никак не втисну. Поэтому здесь вот такое правило, когда вы работаете с подкладочными тканями. Продолжение следует...